Золотистая щурка Одна из самых красочных птиц Европы. Зимует она в тропической Африке и Индии. Питается крупными насекомыми, которых ловит на лету. К ее основной добыче относятся стрекозы, шмели, пчелы, кузнечики. Пчеловоды считают ее одним из основных врагов медоносной пчелы. Однако, по наблюдениям орнитологов, щурка не стремится отлавливать именно пчел. Их высокая встречаемость в ее рационе объясняется тем, что пчел больше, чем других насекомых, которыми питается птица. Больше всего щурка предпочитает стрекоз и шмелей, так как они крупнее. Из-за яркого окраса этих птиц очень любят снимать фотографы-анималисты. На этом фото запечатлен процесс ухаживания. Самец прилетает с подарком, садится рядом с самкой на ветку и начинает хвастаться своей добычей. Периодически он ее подбрасывает, чтобы можно было полностью оценить размеры презента. Чтобы добиться благосклонности, ему приходится принести несколько подарков. Только после этого он может рассчитывать на взаимность. Состоявшиеся пары обзаводятся жильем. Гнездятся щурки, как правило, колониями. Различные пары строят свои маленькие пещерки довольно близко друг от друга в крутых, глиняных или песчаных стенах оврагов. Норки обычно располагаются в верхней части склона на глубине 20-150 см от его поверхности. Период гнездования обычно начинается в середине мая. В целях научного исследования ученые раскопали одну норку. Однако, чтобы не навредить птицам не над самим гнездом, а над ходом, ведущим к нему. В большинстве случаев норки имеют длину от 1 до 1,5 метров. В конце хода находится круглое расширенное пространство, в котором выводится потомство. На момент вскрытия там оказалось 3 яйца, так как это было начало кладки. Всего в этом гнезде потом вывелось 6 птенцов. Яйца у щурок белые, что редко встречается среди птиц. Лежат они прямо на полу пещерки. И что интересно, насиживают их оба родителя. Птенцы появляются через 3 недели. Позже, когда вылупились птенцы, в этой норке была установлена видеокамера. Первая подземная съемка проводилась, когда старшим птенцам было приблизительно 2 недели, а младшим – неделя. Дело в том, что у щурок птенцы разновозрастные. Так как родители начинают насиживать с первого яйца, дети появляются в день по одному в таком же порядке, как откладываются яйца. Из-за подсветки видеокамеры родители, по всей видимости, думали, что птенцы вылезли на край норки и им угрожает опасность. Поэтому клевали их, пытаясь загнать поглубже. В этот день погода была хорошая. Стрекоз в воздухе летала много, поэтому родители носили детям только стрекоз. Вероятно, родители в кормлении отдают предпочтение старшим птенцам, так как на этих кадрах птица прогнала более младшего и отдала добычу птенцу, который немного постарше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здесь старшим птенцам приблизительно три недели, младшему две. Он самый активный, так как ему доставалось меньше всего пищи, что опять подтверждает тот факт, что щурки в первую очередь кормят старших птенцов. Продолжение следует... В этот день погода испортилась. Сорвался дождик, стрекозы не летали, и родители вынуждены были ловить только шмелей. Интересно, что крылья и хитиновый панцирь насекомых не перевариваются в желудок щурок, а спрессовываются, и птицы их изрыгают в виде шариков. Таким образом, за время пребывания семейства в пещерке на ее дне накапливается целый слой из остатков насекомых, выплюнутых и случайно упущенных. Видеосъемка показала, что под землей щурки пользуются в основном осязанием, и даже несмотря на то, что в норке была подсветка от камеры, взрослая птица не воспользовалась зрением и искала шмеля, которого уронил птенец на ощупь. Птенцы покидают в виде шариков. Это гнездо в конце июля в возрасте приблизительно 4 недели. После этого родители еще некоторое время опекают их. Так выглядит слеток, только что покинувший родительский дом. Отличить его можно по более зеленому окрасу и карим глазам, в отличие от красных взрослых птиц. Ну вот, собственно, все, что мы хотели рассказать сегодня о щурках. Подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте, адрес которой указан под видео. И вы узнаете много интересного о птицах, населяющих Россию. До скорых встреч!